Пишите вашу работу мечты. Мою работу мечты тебе писать? Работа мечты такая. Я сижу, ничего не делаю, а за меня делают все остальное. Мы к вам пришли спросить. Чем занимается ваша организация? А это Create Culture Group. Мы делаем культурные проекты, культурные саполочки, комьюнити. Кстати, вот одна из основательниц проекта. Покажи. Надея. Надея, здравствуйте. Вопросик. Хорошо. Как вам устроиться на работу? Как нам устроиться на работу? Зайти на сайт, заполнить заявку вакансии. Ну, может, да. Это QR-код. Я вам откроюсь, сетю бы возможно. Да, и попробовать себя. Еще можно у нас проводить разные мероприятия. То есть можно не обязательно там прям на работу, на работу. Но если есть какие-то идеи вообще проектов или ивентов, или лекции, то мы с удовольствием представляем площадку белорусам. Она развивает белорусскую культуру, белорусское общество. И очень будем всем рады. То есть если все кабинеты в нашем университете будут закрыты, то можно прийти к вам? Так это и происходит, потому что у нас уже проходит скетч, у нас уже проходят лекции, и ваши студенты... У нас работает три студента и три выпускника. И вы хотите еще? Конечно, конечно, конечно. Хорошо, спасибо вам большое. Олег, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, зачем вы сюда пришли? С какой целью? Добрый день. Я сюда пришел, потому что я заинтересован в поиске дистанционной работы. И я думаю, что Егоуфест это, ну, как минимум, хорошая возможность как раз-таки найти работодателей, которые будут в тебе заинтересованы и зарекомендовать себя этим работодателям. Hello, do you speak Russian? No. Yes, we do. Never into a microphone. But my lovely assistant here is... Thank you very much. I have only one question, or maybe two. So, чем занимается ваша компания? Мы представляем посольство США в Беларуси. Продвигаем политику США и помогаем демократическим силам и всем, кто привержен демократическим идеям и находится в небеларуси сейчас. То есть, если студент заинтересован делать то же самое, что делаете вы, то он может к вам прийти? Да. Прийти сложнее, но написать так точно. Хорошо. Если вам интересно попробовать, что такое стартап, в работе в стартапе, то у вас есть такая возможность. Если вы занимаетесь созданием контента, дизайн, если вы технический гений, то, пожалуйста, выходите к нам, мы можем обсудить какие-то условия сотрудничества, то есть, full-time, как это вам удобно, и найти какое-то решение. Кроме всего прочего, так как тема нашего первого трека «Ментальное здоровье», мы заинтересованы в людях с психологической экспертизой. То есть, если, допустим, пока у человека недостаточно ее, он может примкнуть в команде медиков и работать вместе. Это тоже очень классный опыт. Как с нами нужно посотрудничать? Во-первых, стать членом команды, а во-вторых, это, наверное, больше актуально для студентов в младших курсах, можно поработать волонтером на демо-дне. В общем, если вы чувствуете, что вам это интересно, пишите, мы что-то придумаем. А расскажите, пожалуйста, что вы делаете на выставке вакансии? У вас нет работы? Мы ее организовываем. А, вот, организаторы, познакомьтесь. Привет, я Вероника, я руководитель студенческой службы. Привет, я Мария, я конвертор департамента социальных наук. У нас в университете учатся правоведы, политики, кто еще, медийщики. Вы смотрите вообще на диплом после университета или, опять же, все зависит от желания? Мне кажется, что в медиа несколько другая ситуация, чем, не знаю, в IT-компаниях или в компаниях, которые занимаются правом, адвокатурой и так далее. Я смотрю на то, как человек выполнит ТЗ. То есть, если он без образования после школы или с образованием, ну, в смысле, мне не нужен Стэнфорд, или мне не нужно университет Колумбия в Миссури, лучшая желания физическая школа в мире, чтобы он не принес свой диплом. Если он выполнит тестов задания нормально, то, как бы, бьем по рукам, как бы. А вот смотрите, мы видео снимаем, вам не нужны ребята, которые... Мы про видео еще сильно не думали, но это очень, как бы, мне кажется, в этом перспективе. В смысле, у нас будут стримы скоро, но это стримы. Мы только сами подснимаем репортажи. В смысле, какие-то репортажи, даже зарисовки несколько про город. Напишите нам. Хорошо. Напишите и обсудим. Здравствуйте, а как устроиться к вам на работу? Мы представляем... Здравствуйте, да. Здравствуйте. Мы представляем департамент гуманитарных наук и искусств. Нам нельзя устроиться на работу, но мы с тобой с тобой расскажем, как поступить на одну из наших специальностей. Визуальный дизайн. Визуальный дизайн. Обожаю эту программу, если честно. Я сам на медиа, но дизайнеры хорошие ребята. Нашел ли ты свою работу мечты? Нет. Нет? Не нашел. Не нашел? Хорошо. Расскажи, с какой целью ты сюда пришел? Поесть. Поесть? Отлично. Вы нашли себе какой-нибудь вариант для продолжения вашей профессиональной деятельности? Нет. Боюсь, мою профессиональную деятельность уже ничем не ухудшить, не улучшить. В принципе, вас все устраивает? Вполне. Добрый день. Добрый день. А вы рады нас видеть? Я рада. Он рад. И он, я рада. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Мы, белорусский национальный молодежный совет рада. Мы существуем уже более 30 лет. Мы работаем с молодежными организациями и инициативами. Организации сейчас у нас 38. Это организации и инициативы, которые занимаются темами студенчества, правозащиты, культурницкие, работающие с инклюзией и так далее. То есть мы помогаем им быть устойчивыми, развиваться. И вот таким образом мы работаем с молодежью через них, а также мы напрямую работаем с молодежью через наши образовательные программы, через поддержку и возможность приобретать навыки, которые молодежи необходимы. Мы берем такую преемственность. Мы сейчас работаем для того, чтобы в будущее наше поколение молодые люди в том числе приходили в общественный сектор и создавали новые социальные и полезные для людей проекты. Расскажите, пожалуйста, как вам устроиться? Вам нужны только айтишники или кто-то еще может? У нас есть ряд дисциплин. Все перечислены здесь. Эту штуку можно отсканить. Здесь очень разнообразные сферы от инжиниринга до арта и масс-медиа. Собственно, каждая из этих штук имеет возможность открытия курсов и стажировки. Курсы – это бесплатная штука, стажировка еще и оплачивается. То есть нужно подписаться, смотреть за обновлениями и влетать в программу, которая интересна. С какой целью вы сюда пришли? Я пришел сюда с целью найти работу, посмотреть, какие варианты существуют на рынке на данный момент в Литовской Республике. По волонтерить, потому что я представляю волонтеров ЕГУ. Что еще? В принципе, просто пообщаться со своими друзьями, знакомыми, может быть, с кем-то познакомиться. Это первый опыт участия в таких подобных выставках? На таких выставках я бывал до этого много раз достаточно, но это все было не под эгидой ЕГУ. Это были всякие разные в Грузии, где еще в Москве я тоже был на похожих мероприятиях. Ну, обычно это все такая больше болтология, но здесь вроде можно найти что-нибудь интересное, прикольное. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Ой, вы для Инстаграма, может быть, сейчас подойдет мой коллега, а он... Да, нет, мы не для Инстаграма, мы для Ютуба. А, тем более. Дима, привет. Дима, здравствуйте. Есть к вам пару вопросов. Ну, да. Расскажите, пожалуйста, чем ваша организация занимается? IT-услугами для клиентов делаем абсолютно все. Абсолютно все. Абсолютно все. Клиенты к нам приходят, мы берем его всю идею и делаем в реальность. Я тоже. Что мы делаем? Это разработка сайтов, разработка апсов, мы работаем на iOS, на простые компьютеры. Все мы делаем. Какими качествами должен обладать потенциальный сотрудник? Мы очень ориентируемся на человека самого, и нам очень важно, чтобы человек был самый открытый и любил обоихся в команде, потому что у нас одной из ценностей компании – это люди, люди и командная работа, но также человек должен понимать, что все это не только игры, веселуха и командная работа, а еще тоже, естественно, качество. Значит, мы качество тоже очень сильно ценим и продукты, и как мы общаемся, и как мы деливаем, ну, сам, не знаю, без проекта. И не только в рамках IT-деливера, но в рамках, допустим, финансов, маркетинга и всего остального. Мы – хардверный тип-тех акселератор, Бриджо, вот, работаем с председовыми стартапами, которые только начинают свой путь в хардвере и тип-техе, вот, предоставляем им консервационную поддержку. Помимо этого мы также развиваем хардвер-экосистем, здесь в Литве, вот, работаем с муниципалитетом, очень много с разными литовскими компаниями, здесь тоже вот много наших друзей, с прекрасной компанией. Получить работу у нас можно придет стажировку, вот, собственно, мы пришли сюда для того, чтобы заявить о некоторых доступных вакансиях у нас. Очень нужны… Говорите, кто нужен? Нам очень нужны продуктовые маркетологи, нам очень нужны бизнес-аналитики и очень нужна помощь с мероприятиями. Волонтеры, если вам нравится ездить, если вам нравится участвовать в стартап-бежухах, это место для вас. Что скажете про данную выставку? Очень полезная выставка, можно познакомиться с большим количеством людей, узнать про разные компании, про разные вакансии и в будущем с ними сотрудничать. Ты нашла какой-нибудь вариант для себя? Да, я уже записалась в многие компании, оставила им свои контакты и надеюсь, что вскоре найдут свою работу. Ну, во-первых, мы очень рады, что были приглашены на вот это удивительное и очень эффективное и полезное мероприятие. Оно проводится впервые, но уже сейчас мы видим результат, то есть интерес большой, много студентов обращается и мы действительно рады будем участвовать в последующих мероприятиях. Я занимаюсь вопросами поступления в американские университеты на магистрские и докторские программы. Мы приглашаем студентов ЕГУ, а также студентов, граждан Белоруссии и те, кто закончили университеты в Белоруссии, но находятся здесь в Литве, к нам в офис. Мы расскажем, буквально разложим по полочкам все технологии процесса поступления в американские университеты. Мы расскажем, как это сделать, поможем, наставим, так сказать, на пустистину. У нас куча других возможностей, может Вадим что-то добавит? Додам еще напылно, что наша организация пропонует шарах программ обмену у Рады США. У тем лику программы, которые позволяют учиться у магистратуры США с полным финансованием, так само короткотерминовые программы для граждан Белоруссии. И зараз неважно, в какой стране граждане Белоруссии знаходятся, с уликом бегущих ситуаций в самой стране, таму, дзе вы не знаходитеся, калі ласка падавайтеся на нашу программу, можно паехать на семестр, вучиться в американском университете, калі вы студент, можно паехать отрамать полную стипендию, калі вы, наприклад, доследшек, ці выкладчик, вышэйчі навучальні установы, паехать на стажировку у США. Сочыться за нами у социальних сетках. Мы рады, што мы маем макчимысь працевать для Белоруссал. Мы рады, што кола макчимысті у для грамадзян Белоруссии, и оно низважається на дворот, мы лечим, гадавельми важна для будучених країни у ТМЛІ. Расскажіть, пожалуйста, зачем вы сюда пришли, с какой целью? Присмотреть пару вакансий, если получится. Нашли что-то интересное? Пока нет. Ну, только вот отраду, нам было интересно про то, что мы можем быть креативными дизайнерами их статей. Вот, наверное, да. А сами на какой программе? Медиа и коммуникации. Медиа и коммуникации, мировая политика и экономика. О, ты для себя что-нибудь нашла? Пока нет. А как же путешествие в Америку? Пока не рассматриваю такой вариант. Давай у собаки спросим? Давай. Давай. Она от нас ушла, ладно, идем дальше. Она не хочет. Тынгис. Делфи. А где ваш стенд? Вот он, вот я. Еще один стенд мой коллега, который сюда тоже пришел. Хорошо, пару слов. Как вам устроиться на работу? Написать на почту нашу электронную, найти кого-то из коллег, может быть, их какой-то адрес позвонить. В общем, все возможные каналы коммуникации. Сказать, что я хочу у вас работать, давайте поговорим, обсудим, что вам нужно. И что я умею или чему хочу научиться. Соответственно, тогда после этого мы попросим, наверное, прислать какое-то там резюме или CV, как сейчас говорят, да, тоже. С описанием, да, тех навыков, умений, которые есть у человека и тех потребностей, которые у него есть. И после этого, ну, наверняка встретимся или, по крайней мере, для начала поговорим там удаленно, а затем уже и так в редакции обсудим, какие варианты возможны. Там у нас есть Wargaming, поэтому такой вопрос. Да. Лучший танк? Не играл. Лучший танк? Королевский тигр. Выставка? Вакансий. Огонь. Ну, еще и жарко, но выставка крутая. Да, немножко тесно, но в целом все очень интересно. Очень нравится. Все, спасибо, ребят, большое. И вам спасибо, дай бог здоровья. Какая организация вам понравилась больше всего сегодня? Wargaming. Wargaming. А тебе что? Там была гуртом, по-моему. Вот у них и конкурсы были интересные, и награды существенные, как бы, и сайт у них достаточно красивый. Давай-ка, пару слов про выставку вакансий. Я очень рад, что наш университет организовал такой интересный фест, на котором представлено очень много интересных компаний, которые предлагают практики, предлагают в целом какие-то инициативы белорусские, которые могут заинтересовать белорусских студентов. И в целом, вот лично для себя я уже нашел парочку интересных вакансий. И в целом мероприятие очень классное, очень интересное, мне все понравилось. Слушайте, ну это крутая возможность, на самом деле, для студентов. Я надеюсь, каждый сможет найти для себя что-то, не, слава богу, не надо, но очень классно. Мне нравится, как они отвечают. Вельми подобается, что первый оффлайн-евент отримался таким активным. Вельми шмат белорусских компаний, в разных накерунках, экономичных, культурных. Вельми файны ивенты. Я вижу, что подобается и студентам так сам. Ну все, в принципе, можем заканчивать. Помашите. Все, спасибо.